Не забывайте то, что играю я на 15 сервере Red Mirror RP, ну либо же Hustle, кому как удобнее. При регистрации указывайте мой никнейм, который есть у вас на экране и в описании. После чего прописывайте свой шп-код и вводите вот такой вот промокод, который дает вам тоже хороший бонус на самом старте игры. Всем желаю, приятного просмотра и погнали. Вот я уже нахожусь на самом рабочем столе, как вы видите уже подготовлена папка графика. Захожу в нее и как вы видите здесь есть 6 вариантов самой графики. Начиная от очень низкой для слабых компьютеров и заканчивая на ультра настройках, которые будут тянуть конечно же не у всех. Но сегодня я поставлю ее, посмотрим, протестируем. Сейчас я хочу показать вам как ее именно установить, чтобы у вас все было хорошо и вы не задавали лишних вопросов. Для установки самой графики нам понадобится всего лишь самая папка с графикой, ну а также наш лаунчер Red Mirror. Нажимаем право кнопкой мыши, после чего нажимаем на расположение файла. Далее нажимаем на ресурс, проект, крмп и вот в принципе наш корень игры. Далее мы открываем нашу папку с самой графикой и для начала я хочу установить очень низкие настройки. Для установки заходим в нашу папку, после чего копируем содержимое и переносим в корень игры. Конечно же с заменой. Ну и все в принципе, можем заходить в саму игру. Вот и перешел уже в саму игру и как вы можете заметить по автомобилю, наша графика успешно накатилась. Но так как она для очень низких пока, она будет не так сильно выделяться, как например на ультра настройках. Для комфортной игры вы можете взять мои настройки, нажимаем на Shift Enter, после чего копируете вот эти вот в принципе сами пункты. Здесь у меня стоит всего лишь 5 галок, ну и в принципе сверху на FPS лимит. Здесь обязательно измените значение на 777, либо другое большое значение для того, чтобы у вас не было ограничения в 60 FPS. Далее мы можем вот так спокойно играть, кайфовать и блатовать. Также можете заметить, когда мы поворачиваем камеру, у нас есть вот такое вот небольшое размытие, которое тоже добавляет небольшой эффект. Бля, хуй знает какой эффект, короче, вы поняли. Также забыл сказать главный пункт, для тех людей, которые мало шарят в этой теме, нажимаем на Escape, после чего заходим в настройки, настройки дисплея, дополнительно. И вот здесь обязательно выключаем ограничитель кадра, для того, чтобы у вас все было намного лучше и намного плавнее. Но также вы можете понизить дальность прорисовки, для того, чтобы у вас было намного больше FPS. К примеру, я ставлю вообще на однерку и по факту толком ничего не изменилось, но FPS у меня значительно вырос. Поэтому переходим к следующей настройке. Опять заходим в нашу папку, после чего копируем содержимое и прикидываем наш корень игры. Закрываем и можем заходить на наш сервер. Я успешно авторизировался на сервер. Как вы можете заметить, от предыдущей настройки для очень низких компьютеров и обычных низких толком ничего не изменилось. Вот, я думаю, в принципе, это логично и не нужно тут ничего объяснять. Также забыл сказать, что если вас не устраивает данная графика, либо вы хотите что-то исправить, то при нажатии на Shift-Enter здесь открывается очень много, так сказать, возможностей, как можно настроить вашу игру. Например, вы можете добавить всего лишь один пункт и ваша игра значительно уже поменяется. Вот добавятся вот такие вот интересные тени, с которыми будет намного комфортнее играть. Но это также все зависит от вашего компьютера. Думаю, что не буду долго задерживаться на данной настройке и мы перейдем уже к следующей. Следующая настройка, это уже третья, получается Medium для средних компьютеров. Все, в принципе, так же. Заходим в наш корень игры, после чего перекидываем содержимое с заменой. Ну, в принципе, заходим на наш сервер. Я уже зашел с Medium настройками и на самом деле по моему FPS я уже вижу то, что изменения есть. Также по отражениям на автомобиле это можем также заметить. И я на самом деле не представляю, что будет на максимальных, на ультрах настройках. Также можем обратить внимание на текстуру дома, на текстуру деревьев. Вот. И ко мне пришел какой-то чупс. Переходим к следующей настройке. Это высокие, а именно для мощных компьютеров. Конечно же, у меня не такой комп. Но все же я попробую закинуть данные настройки и посмотреть, поиграть, зайти и, в принципе, вам показать. Я уже зашел на сервер и, блядь, как же у меня просто лагает. По моему FPS у меня на самом деле очень больно и печально, но смотрю на этот автомобиль и понимаю то, что эта графика очень реально приятная. И для людей, у которых намного лучше компьютера, чем у меня, будут реально кайфовать с данными настройками. Блядь, мне даже камеру просто реально плохо поворачивает. Насколько же у меня ужасный компьютер. В принципе, вот так вот все это примерно выглядит. Вот я толком не хочу никуда двигаться, потому что у меня намного сильно упало FPS. Ну, в принципе, это логично. И почему-то у меня включился широкоэкранный режим, который выключить я, к сожалению, никак не могу. Поэтому здесь тоже долго не буду задерживаться и перехожу к следующей настройке. Я хочу пропустить предпоследний вариант настройки графики, который подписан как очень высокие. Потому что я понимаю, что разница между ультра настройкой и просто высокой будет не такая уж и большая. Поэтому я сейчас поставлю самую максимальную ультра настройку. Ну, в принципе, мы посмотрим, в чем сама разница. Бля, у меня сейчас FPS 10, наверное, будет реально. Бля, ебать мне плохо, реально. Просто смотрю в левый нижний угол, это просто пиздец. Братва, это просто, я не знаю. Ебать. Отражение на машине стало уже намного четче, намного интереснее смотреться. Вот, и на самом деле, мне уже поскорее хочется выйти, накатить обычно для низких компьютеров настройку. Потому что реально сейчас мой компьютер, мне кажется, взлетит на воздух. Вот такая вот графика у нас, но я могу вам показать интересную фичу, кто не знал. Нажимаем на такую кнопку, как Use Effect. И, в принципе, все. Все отлично, все идеально. У нас обычная стандартная сборка. И FPS у нас, в принципе, в норме. Но, опять же, я не понимаю, почему у меня широкоэкранный режим вот включен. Но в настройках он выключен. Что за бред? Вот так вот у нас выглядит самая высокая настройка графики, которую вообще можно добиться в игре. В принципе, по картинке я вижу то, что очень все хорошо, но по моему FPS это очень на самом деле все плохо. Сейчас я хочу вернуться на обычные низкие настройки для слабых компьютеров. И показать вам, как можно настроить, чтобы у вас был хороший FPS, хорошая красивая графика, и вы комфортно играли. С хорошим стабильным FPS. Вот такую настройку я бы посоветовал. Ставьте на паузу, копируйте. В принципе, используйте. Вот так вот, в принципе, выглядят сами машины. Также я хотел бы сейчас пробежаться до воды, для того, чтобы вам показать, как выглядит именно она. Также, если вы хотите быстро выключить ENB, нажимаете на Shift плюс F12, и у вас все быстро выключается. И самое красивое в этой графике, это сама вода. Вот так вот она выглядит. Мне, на самом деле, она очень сильно нравится. Там он какой-то типочек рыбачит. В принципе, не будем его отвлекать. Ну и, в принципе, на этом все. Хотел бы вам сказать огромное спасибо за этот просмотр. Комментируйте, ставьте лайк. Ну и, конечно же, можете оформлять подписку на этот канал. Скоро увидимся.